всем привет с вами интернет-магазин авик в общем то сегодня у меня в руках достаточно интересная вещь это сяоми редми ноут 6 pro интересная вещь потому что возникает множество вопросов касательно этого смартфона в сторону компании сяоми ну например почему на рынок сразу вышел ноут 6 pro не наблюдается обычного ноут 6 то есть на рынке появился ноут 6 провод сразу это как вот ситуация с редми ноут 5 про который стал свое время эксклюзивом для индийского рынка смартфонов то есть ситуация не особенно понятная ну и еще вопросы в стиле а почему редми ноут 6 pro как внешне так и в плане техническом плане своих внутренностей практически ничем не отличается от прошлого редми ноут 5 и есть ли смысл вообще его покупать и тем более обновляться с районами ноут 5 до редми ноут 6 pro если собственно отличительные черты не столь выразительны как хотелось бы вот я вот достал из коробки собственно первое впечатление говорят о том что это редми ноут 5 есть несколько нюансов которые его отличают от прошлой пятой версии во первых первое что мне бросается в глаза джек здесь расположен они снизу как у 5 а сверху в общем то боковые грани они какие-то более закругленные и за счет этого в руке он лежит на порядок более удобно чем прошлая модель это безусловно плюс а еще здесь более прокачанная фронталка то есть селфи будут получаться более качественными ну и челка тоже на своем месте то есть это опять же параметр на любителя и опять же говоря о технических характеристиках то отличие от редми ноут 5 в этом плане здесь минимальные диагональ экрана 6 и 26 дюймов с fps матрицей разрешение 2280 на 1080 пикселей процессор восьмиядерный snapdragon 636 со штатной частотой 1 и 8 гигагерц графический процессор adreno 509 а 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта постоянной касательно камер основная здесь двойная 12 плюс 5 мегапикселей и фронтальная кстати тоже двойная 20 плюс 5 мегапикселей записывает она в общем-то видео в честном full hd в 1080p что определенно плюс в итоге возникает вопрос да зачем его покупать если есть смысл то кому и тем более да если смысл обновляться обновляться с 5 на 6 обновляться смысла нет как такового потому что в плане эксплуатации если вы с 5 перейдете на 6 вы разницы особой не почувствуете но если вы по тем или иным причинам присматриваетесь плане покупки к редми ноут 5 то есть собственно смысл взять сразу редми ноут 6 про потому что ну по сути по это одно и то же но в техническом плане эта модель чуточку более прокачанная и практически за ту же цену вот на этом собственно его преимущество и заканчивается на самом деле плане комплектации здесь скажем так сяомишный стандарт за телефоном у нас находится коробочка в которой расположена ключик для сим-карты внутри классический бесплатный силиконовый чехол ничего особенного в нем нет но в общем то как бонус эта штука достаточно приятная вот далее у нас вилка для розетки для зарядки и собственно сам кабель для зарядки то есть все самое необходимое ничего лишнего и классика в плане комплектации продукции от сяоми на этом все с вами был интернет-магазин авик если вам данная модель приглянулась вы можете найти ее по ссылочке в описании всем пока